В Пакистане муссонные дожди вызвали самые смертоносные наводнения за последние 12 лет. За три месяца погибли более тысячи человек. 300 тысяч жителей до сих пор остаются во временных убежищах. В целом, в результате стихийного бедствия пострадали более 33 миллионов человек. Это 15% населения страны. В этом году в Пакистане выпало в несколько раз больше осадков, чем обычно. Наводнения и оползни разрушили более 200 тысяч домов, и ещё 2 миллиона повреждены. Также размыто 3600 километров дорог, рухнули почти 150 мостов. Это затрудняет спасательные операции, в которых участвуют гражданские силы и военные. Кроме того, погибли сотни тысяч голов скота, уничтожены посевы. Многие люди жалуются на отсутствие помощи. «Дома рушатся, и здесь стоит вода. Дождь идёт без перерыва дней 10. Вот там виден мой разрушенный дом. Всё потеряно. Я ничего не смог спасти». Премьер-министр страны посетил пострадавшую от наводнений провинцию Синд. «Я обратился вчера и обращаюсь сегодня ко всем состоятельным людям – промышленникам и бизнесменам из Пенджаба, Синда и Белуджистана – с просьбой выйти вперёд и протянуть руку помощи страдающим людям в это трудное время». По предварительным оценкам, ущерб от стихийного бедствия составляет 4 миллиарда долларов США. Министр иностранных дел Пакистана считает, что эта цифра будет намного больше. Он заявил, что страна нуждается в помощи Международного валютного фонда. Организация на днях должна принять решение о выделении Пакистану 1,2 миллиарда долларов. «Я ожидаю, что не только МВФ, но и международное сообщество и международные организации поймут, насколько у нас масштабные разрушения». На прошлой неделе премьер-министр Пакистана встретился с международными партнёрами, которые пообещали выделить 500 миллионов долларов на устранение последствий наводнений. Помощь также выделят ООН, США, Великобритания и Азербайджан.